Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Екатерина Лазарева. О событиях и жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. Профессору Казанского университета вручили премию имени Марковникова. На площадке Болгарского музея-заповедника проходит зимняя международная историческая школа. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подписали соглашение о сотрудничестве. Торжественная церемония прошла в онлайн формате. Подписание сегодняшнее, конечно, осуществляется в целях формирования нового культурного пространства, развития правовой грамотности и правосознания граждан, повышения качества юридического образования. Данный документ, как мне кажется, будет отражать основные направления нашего сотрудничества по формированию, прежде всего, правовой культуры. Как у студентов, так и у всего населения, поскольку в стенах университета сегодня реализуются как первичные образовательные программы, так, конечно же, мы работаем и с людьми преклонного возраста, поскольку жизнь очень быстро меняется. И точно так же, как финансовая грамотность, правовая грамотность должна нас сопровождать по всей нашей жизни. Владимир Марковников, выдающийся химик, представитель Казанской химической школы. Правила Марковникова есть в каждом учебнике по химии для средних школ во всем мире. В честь него учреждена международная премия, которая выдается за значительный вклад в области органической химии. Обладателем премии стал и профессор Казанского университета. Смотрим. Российский и советский химик-органик, академик Российской академии наук, почетный профессор химического института имени Бутлерова Казанского университета, Александр Коновалов стал первым обладателем международной премии имени Марковникова. Поздравил его президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Вы человек, который сделал для органической химии, для науки нашей страны, я не говорю о республике, очень многое. Республику, республику подняли. Это очень почетно нам вручить нашему земляку, Татарстанцу, вот такую премию. С почетной наградой профессора поздравили и ректора Казанского университета Ильшат Гафуров, а также президент Академии наук Республики Татарстан Максим Салахов. Александр Коновалов окончил химический факультет Казанского государственного университета, затем работал на кафедре органической химии и с 1979 по 1990 года возглавлял университет. Напомним, премия была учреждена в этом году по указу Рустама Миниханова в целях развития химической науки в Татарстане. Диана Желенкова, Универньюз. Ректору Казанского университета Ильшату Гафурову объявлена благодарность Кабинета Министров Республики Татарстан за активное участие в работе Межведомственной комиссии по вопросам увековечивания памяти выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие Республики Татарстан. Состоялось очередное заседание телевизионного дискуссионного клуба на тему «С чем год проводим?» Так, следующий проведем. В дискуссионном клубе экспертами выступили проректор по научной деятельности Казанского университета Данис Нургалиев, проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского университета Марат Софиулин и директор высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский. Клуб, конечно, об итогах года, который уходит, ну, обо всех сторонах этого года. Ну, конечно, проблем очень много, но мы некоторые проблемы, экономические проблемы, скажем, проблемы образовательные, какие у вас были проблемы, ну и проблемы с ценами, с нефтью и вообще. И, конечно, о том, что будет, что могло бы быть на следующий год, как будет развиваться экономика, что мы будем делать, что университет будет делать, заниматься, значит, что будет, скажем, той же самой нефтегазовой отраслью, которая является, скажем, базовой для Татарстана и для России. Почему нужно помнить события Второй мировой войны? Какое имеет значение это событие для иностранных студентов? Обо всем этом в сюжете нашего корреспондента. С 15 по 19 декабря на площадке Болгарского музея-заповедника проходит Международная зимнеисторическая школа для иностранных студентов. Вторая мировая война в историографии и в исторической памяти. Стартующая сегодня зимняя историческая школа имеет исключительно важное значение, способствуя сохранению наследия Великой Победы, а также стимулируя молодых исследователей к изучению материалов и документов, раскрывающих правду о войне. Ее проводит Институт международных отношений Казанского федерального университета и Институт культурного наследия и управления. Проект реализуется под эгидой представительства Российской Федерации при Совете Европы, Российского исторического общества и при поддержке Фонда История Отечества. Одна из основных целей, начинающей сегодня свою работу Международной зимней школы, которая в основном будет проходить по известным обстоятельствам в онлайн-формате, с участием известных ученых и экспертов, ведущих российских и зарубежных центров, это донести до молодого поколения студентов и аспирантов правду об истинном значении Великой Победы. В Болгар приехали 50 иностранных студентов из 16 стран мира. В режиме онлайн подключается к школе более тысячи обучающихся со всей России. Всего в программе школы 16 вебинаров от выдающихся российских и зарубежных экспертов. Я узнал, что дорога для Победы очень трудная и это не простая Победа, поэтому я сейчас понял, почему каждый год в России есть праздник для этой Победы. И все для меня интересны и актуальны. Программа школы также включает в себя интерактив о советском и немецком снаряжении, вооружении и униформе. Показ хронико-документального фильма «Сталинград», интерактивные игры «Окно в историю», онлайн-экскурсию по Мамаеву Кургану, музыкальный вечер «Песни военных лет». Кристина Надышина, Универньюз. В Казанском университете подвели итоги литературно-творческого конкурса «Огонь победы в памяти поколений», участие в котором приняло более 17 тысяч человек, а лауреатами стали 75 конкурсантов. Через эссе рассказы и сочинения участники поделились семейными историями, личными переживаниями. Я писала письмо своей сверстнице, женщине, которая защищала нашу родину от фашизма. Писала о том, что сочувствую вот этой девушке, потому что эта девушка – это молодые женщины, которые тоже хотели стать мамами, которые тоже хотели стать любимыми женами и так далее. Но, к сожалению, так как случилась война, они этого всего лишились. 16 декабря в университетской клинике Казанского университета состоялось торжественное открытие нового аппарата рентгеновской компьютерной томографии. Аппарат позволяет быстрее проводить диагностику пациентов, тем самым уменьшит время постановления диагноза. Торжественно перерезали ленту ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и главврач униклиники Сергей Осипов. Дай Бог будет служить и людям, пациентам, и вам интереснее будет работать. Спасибо, что собрались, что достаточно быстро смонтировали здесь. Плавцы Казанского университета стали призерами спартакиада образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан. В Казанском дворце водных видов спорта прошел финал спартакиада образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан, где сборная по плаванию Казанского университета завоевала пять золотых медалей первенства, одну серебряную и четыре бронзовых. Спартакиада прошла вообще в общем целом успешно. Серьезные соревнования, серьезные соперники, такие как Академия, КГСУ, КАИ. Команда проявила себя достаточно хорошо. У нас в этом году был действительно конкурентный состав. Каждый проявил себя в лучшей форме. Ну, конечно, у кого-то были косяки, но я думаю, каждый спортсмен должен дать себе отчет и работать над этим. В следующем году ребята планируют готовиться еще усерднее, чтобы подержать планку минимум второго места. Мы будем в следующем году стараться выступить в еще лучшей форме. Может, поменяем состав, что-нибудь добавим, что-нибудь уберем. Но мы должны держать как минимум планку второго места и показать, что мы не так далеко от первого. Лев Диденко, парит за хитоглы, Универ, Ньюс. На этом все. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok